Неожиданно, что я должна что-то говорить, потому что я, во-первых, очень благодарна своему папе, что пришел и прочитала такую прекрасную лекцию, очень интересную. Я о многих катастрофах, может быть, когда-то сама учила, когда учила свои детки, но сейчас забыла. И мне было очень это все интересно, и, конечно, ему большое спасибо за это. Но я опять же хочу сказать, что тут я все-таки поддерживаю своего отца, потому что я не люблю всяких паник и разговоров о катастрофах. И я считаю, что так как сейчас очень много разной информации, особенно сейчас развит интернет, поэтому мы все знаем, а вот и также об этом давлении. А раньше этого всего не было, и поэтому, как я думаю, наверняка все это тоже и катастрофы, и те давления все существовали, но люди просто об этом не знали. И те же землетрясения, так как людей было больше, меньше вернее, поэтому и сейчас вот люди погибают. И только из-за того, что кто-то, какое-то правительство действительно строит нормальные здания, как в Японии, а кто-то в отставных странах совершенно за этим не следит. И слава богу, что именно вот в нашей стране, особенно в России, я не говорю о Москве, потому что это все-таки такое государство, слава богу, что мы живем на такой крепкой восточной европейской платформе. Потому что если бы мы жили в каком-то другом регионе, нас бы к чертовой матери всех бы разнесло и не осталось бы вообще следать. Вот и все, что я хотела сказать. Спасибо.